Итак, Шлина Санатана Гасвами Парк изначально был премьер-министром страны на востоке Индии. Но даже в случае, занимая такой высокий пост в стране, то есть фактически управлял всей страной, он его оставляет и становится отшельником. Он уходит во Вриндаван совершать свой баджер. Но до этого, даже за одно такое желание оставить свой пост премьер-министра, ему пришлось пожертвовать свободой. И царь, который принял его в качестве своего брата и премьер-министра, совершенно не желал об этом слушать. И за то, что Шлина Санатана Гасвами Парк попросил уйти в подставку, за это царь посадил его в тюрьму, чтобы он никуда не ушел. И тогда Шлина Санатана Гасвами Парк пришлось заплатить большую взятку начальнику этой тюрьмы для того, чтобы сбежать из него. Что это такое? Прямо. Скор. Почему я? Ты говорила так? Нет. Что это, это? Почему? Криснабхати. Готово в основном, есть символная тема. Это говорится в коем случае, что в целом и об этом в целом и об этом HELP. Если вы находите много, если вы находите together, когда вы были гадрые и идиотами, если вы ребятите кришне-бхатте почти все, как в один правом области, когда в один взрыв, в Systems ithальны ещё не только в миру. В целом, а вот в целом, если вы гадрые, то не только в целом и в целом, Махараш попросил меня акцентировать на этом моменте, показав, насколько огромное блаженство и счастье, даруемое Кришна Бхактим. В частности, он говорил, сколько, ты сказала, сколько заплатил Санатана Гасвайбад, когда ему пришлось освободиться из тюрьмы, сбежать из тюрьмы. Сказал, нет, не сказала. Санатана Гасвайбад заплатил 10 тысяч золотых монет для того, чтобы избавиться от своего поста премьер-министра. То есть Махараш попросил объяснить этот момент. Он говорит, что в любой стране для того, чтобы обрести пост премьер-министра, как сильно будут бороться, будут сражаться партии, как сильно будут прилагать для этого усилия, чего людям будет стоить, если они хотят получить должность премьер-министра. А тут мы видим совершенно обратное. Мало того, что он хочет отказаться от должности премьер-министра, он даже платит такую сумму денег, фактически всё, лишь бы только отказаться от этого поста премьер-министра. Это говорит только об одном. Это говорит о том, что то счастье, которое человека черпает по-настоящему, из Кришна-бхакти гораздо превосходит любого материального счастья на этой земле. Потому что человеку на посту премьер-министра, ему открыты возможности к любым видам удовольствия и счастья. Но счастье Кришна-бхакти с этим несравнима. Продолжение следует... Саун сау 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 ле-женки, ắt что-тенки на это письмо. Но Он пришел, что мы пришли и пришли в тот день. Почему? Он открылся такой, очень большой пост. Увидимся, что Кришна-бханда же действует, и он пришел и пришел на Хрилен. Он пришёл в тот день. Но Идия, это был очень большой мастер-мастер. И очень большой мастер-мастер. Они были многие спереди, и когда jemand пришли, Если они стали задавать простую мантражу, то понять, как много денег они стоят. И они начали угород. Но их антиролейцы сообщили, что это двое внутрь, они стоят 8, больше долларов. И они повесили это. Они прив 16 департаментны, что в ней можно описывать все департаменты. Он говорит, что в ней мы здесь. И он научился все дальше. Nothing, everything for you. Eating, sleeping, everything... They are doing so much respect to that. But Sanadana Goswami, he is not a ordinary person, he's a Prime minister before. The whole kingdom is maintaining, he knows everything. Without this material, without selfishness, anybody cannot do anything. But why they are giving so much respect to us? And telling them to stay here, in public, here get prasad, food, everything. Они понимают, что нужно уничтожить что-то. Я говорю, что у вас есть что-то? Я говорю, что у меня есть 7-ти, но он пытался искать 1-е. Я говорю, что почему вы привезли к скалу? Вы идите к Кришне, к Кришне. Почему я не верю к Кришне? Почему вы привезли к Кришне? И они мне говорят, что у вас есть тюрьмы. То он взял с собой слугу, а тот прибрал на крайний случай 8 золотых монет. Ну, чтобы они все-таки идут непонятно туда, непонятно надолго. Деньги лишними не бывают. И когда они вдвоем шли, пробирались через леса и горы, они не могли идти по главным дорогам. Тогда они остановились в одной харчевне. И тут хозяин харчевни, он с такими словами, с такой гостеприимностью стал принимать абсолютно неизвестных ему людей. Того уважаемый, дорогой, заходите, приходите, где у нас тут самые лучшие блюда, где у нас тут самые лучшие напитки, где у нас самые лучшие постели. Саматасфиласнатанагасамипад – это не простой человек, это премьер-министр. Необычайно разумная личность, необычайно разумный человек, который управлял всей страной. Он прекрасно знает, что никто бескорыстно ничего не делает. И он сразу-сразу стал подозревать, в честь чего такая доброта и гостеприимство появилось необоснованное. Нам, говорит в Индии, Махарадж говорит, есть разные мантры и есть астрологи, пользующиеся теми или иными мантрами. Под астрологи здесь попадают все те люди, которые знают эти мантры, по которым можно узнать вплоть до того, сколько у вас монет в кармане лежит. То есть откуда вы пришли и куда идёте, это не стоит даже рассматривать. Даже что у вас там, где находится, не имеет сложности при наличии определённых видов знаний. И вот этот хозяин Харчелли был большим разбойником на самом деле, который обирал, грабил и убивал некоторых прихожан, которые попадались к нему по доверчивости. И у него был астролог, услугами которыми он пользовался. И тот сразу сказал ему, что у этих двух гостей, у них восемь золотых монет. В принципе, золотая монета – это не просто нечто, покрытое золотом под видом. Золотая монета – это золотая монета. Можно каждому из нас оценить своё состояние в золоте, посмотрим, насколько монет это потянет. Так вот, этот Харчеллик обнаружил, что у них восемь золотых монет. И Санатан Гасманипад спрашивал свою слугу Иша, «Ты с собой брал деньги?» Он говорит, «Да, я взял с собой семь золотых монет». Он не сказал восемь, он сказал семь. Он думает, очень хитрый. Он говорит, «Зачем ты взял с собой кал, смерть?» Во Вриндава нужно идти один. Во Вриндава нужно идти полностью доверившись на Кришну. Нужно иметь веру, чтобы совершать баджин. Невозможно совершать баджин, предаваться Господу без веры. У тебя нет веры». Затем, вот Fragen Бхархистова, ты стоma делала, ця. Кришну задача, Нужно всегда учитывать, что для разных людей не применяется одно наставление. Нельзя принимать то, что мы слышим, сразу к себе. Вот данная история учит тому, как нужно полностью отказаться от всего и положиться на волю Господа. Это относится к людям, которые выбирают, которые живут в отречении, а не к семейным людям. Если человек живет семейной жизнью, то у него обязательно должны быть средства и, как это называется, на будущее для обеспечения себя и семьи. Нельзя одно и то же наставление применять к разным людям. В Индии есть какие-то культуры, которые идут из дома к первому начальнику, и они должны дать вам что-то. Таким образом, с человеком реноменцией, он сохраняет жизнь, как это. То есть, когда человек живет в отречении, то он поддерживает свою жизнь тем, что идет в дома семейных людей, и те ему никогда не отказывают, они ему дают хлеб, например, чапати называется. И на основании этой самой простой пищи он готов жертвовать всем, чтобы совершать свой баджан. Это неприменимо ко всем. Не нужно поступать фаотично. И кто-то тренировка. Они скажут, что есть какие-то саранагатые, есть два качества саранагат. Одна – это кришна, он должен保険ить свою жизнь, и кришна – он должен защитить меня. Это два типа саранагатые, они абсолютно верны кришне. почему я полностью отречен в отречении 24 часа. Когда человек выбирает жить в отречении, то у него полная вера, не на интеллектуальном уровне, а вера из сердца, воплощенная в жизни, о том, что Господь является полностью тем, кто Его обеспечивает во всем, и тем, кто защитит Его при любых обстоятельствах. И иногда некоторые грязные девочки тоже, где они полностью. Для семейного человека, если у него на самом деле тоже есть такая полная вера, Господь непременно обеспечит всем и защищать будет. И Махарас еще объяснил, что, например, возьмем жизнь Нарасимга Бхаката. Этот человек занимался все время своим башином, 24 часа в сутки, у него была дочь. И у нас в Индии, говорит, раньше, говорит, так было, что если есть дочь, то дочь, нужно непременно позаботиться о дочери, никто никогда не оставляет там своих родителей или своих детей. В частности, долг отца заключается в том, чтобы он должен выдать свою дочь замуж за достойного человека. А для этого нужны средства. Этот человек Нарасим Хабаката, он все время был поплачен именно башином, и всегда верил в том, что Кришна все остальное, он все устраивает. Это все всегда на воле Кришны. Тогда Кришна действительно все устроил. Кришна устроил всю организацию на пышную, богатую свадьбу этого дочери. Поэтому Кришна, это Бхагавад-гитя, Кришна, он предупреждал, что если кто-то полностью предупреждал мне, то я делаю два дела для этих девочек. Если в этом доме нет ничего, то он сам берет голову и отдаёт. Если это что-то, я сам сам берет голову и отдаёт все это. Кришна, он сам предупреждал Бхагавад-гитю. Потому что если человек полностью погружается в мысли обо мне, в служение обо мне, то я, во-первых, во всем его обеспечиваю, во всем необходимым, а во-вторых, я буду защищать все его имущество, сам лично. И когда Шо Санта Нагасвами подозревал о том, что у его слуги золотые монеты, и Шинам ответил, что у него все. Он сразу забрал эти монеты и выставил их перед харчебником. Он сказал, пожалуйста, возьмите их. И харчебник сказал, я знаю, что у вас там не семь, а восемь. И Шо Санта Нагасвами подозревал последнюю монету Ишина и отдал этому харчебнику. Он сказал Ишина о том, что ты не можешь пока еще совершать свой баджан, и поэтому велелому вернуться назад жить с семьей. А сам попросил способ перейти через лес или горы. и когда он пошел и ждал, куда он встретил, его сестра Хаджбад, он тоже очень приятный человек. Когда Шо Санта Нагасвами под переправился через это место, то он зашел на территорию другого государства, которое управлял муж сестры Шо Санта Нагасвами под. И тот, прознав об этом, своих шпионов устроил встречу с ним и увидел, что бывший премьер-министр абсолютно гол, как сокол. То есть у него вообще ничего с собой нет. И подарил ему богатое одеяло, чтобы, по крайней мере, ему удобно было. Царское одеяло. Еще Санта Нагасвами продолжил свой полный путь, накрываясь этим царским одеялом. Когда он дошел до Читали Махапрабу, Читали Махапрабу был так счастлив видеть Санта Нагасвами под, но он все время бросал взгляд на это одеяло. Еще Санта Нагасвами под понял, что оно не очень привнуло, понравилось ему. И он пошел на берег реки и увидел один прачечник стирать свое порванное одеяльце. Еще Санта Нагасвами под попросил его обменяться. Он говорит, ну зачем вы шутите над бедняком? В конце концов, он забрал себе это порванное одеяло и дал ему свое царское. И вот тогда Махапрабху был доволен что Санта Нагасвами под сразу понял его желание и сразу выполнил его. Санта Нагасвами. Санта Нагасвами. Санта Нагасвами. Махапрабху дал личное наставление Шива Санта Нагасвами о том, что не нужно поглощаться в мирские разговоры. Нужно стараться слушать и говорить о Кришне. Не нужно носить дорогую одежду. А сначала не нужно есть дорогие блюда. Потому что если ты не можешь обуздать свой язык, дорогие – это значит чревоугодие. Человек, когда не обуздывает свой язык, тогда у него не способен обуздать никакое другое свое чувство. Все начинается именно с языка. Потом он говорит, не нужно носить дорогую одежду. Потому что если ты наделаешь себе дорогую красивую одежду, ты просто весь день будешь смотреть в зеркало, как ты выглядишь при этом. Когда твой день будет проходить в том, что мне много раз смотрю в зеркало, как я так хорошо или так выгляжу хорошо, кто на меня посмотрел, кто на меня посмотрел, кто оценил, кто не оценил, тогда ум поглощен Майей, а не Кришне. И Махапару говорит мне, праджи Радхакришна сива манасадарива, always your mighty 24-hour thinking this Radha Krishna. Каждая джива, или душа, является вечным слугой Кришны. Её природа быть слугой. Её природа любить. И, кроме того, особенные слуги. У Кришны много разных слуг. Джива – это слуга из татаста-шакти. У Кришны ещё много слуг в духовном мире, которые не из татаста-шакти. А мы из татаста-шакти. В чём наша особенность? Те дживы, которые находятся на Вайкунхе, они из сварупа-шакти, из внутренней энергии Кришны, которая не отлична от него самого абсолютно. А татаста-шакти – это совершенно другая шакти, совершенно другая природа. Татаста обозначает пограничная линия. Тата – это линия. Если мы, например, смотрим на берег океана, мы смотрим на сушу, мы смотрим на воду. Вот эта линия, просто одна линия между суши и водой является тата – берегом. Почему это применяется к пониманию нашей природы? Это обозначает, что у нас двоякая природа. Вот эта тата – береговая линия, она иногда уходит под воду, а иногда становится сухим. У каждой души из татаста-шакти, у него тоже такая же двоякая природа. Она способна жить как в материальном мире, так и в духовном мире. Другие слуги Кришны, они живут на Вайкунхе, они не способны жить в материальном мире во власти материи. А мы можем попасть под власть материи. Если сюда, например, придут другие слуги Господа, в Вайкунхе, на них материя действовать не может. Они никогда не могут попасть под влияние иллюзии этого материального мира. А мы можем. Это природа татастой шакти. Тата Джива необычайно маленького размера. В писаниях описано, что она одна десятитысячная кончика волоса. И именно со своих крохотных размеров объясняется, она и легко попадает под влияние магии, этой иллюзии. То есть иногда мы чувствуем, о, я хочу совершать свой баджин. И тогда Джива на протяжении одной жизни, а может быть даже нескольких жизней, она тянется совершать свой баджин, занимаясь духовной практикой. А потом вдруг на нее находит иллюзия, и она перестает заниматься баджином, а полностью погружается в чувственное наслаждение, в иллюзию о том, что она там собачка, кошечка, человек или кто угодно. Вот это свойственно татастой шакти. Иногда ты вверх идешь, иногда ты вниз. Иногда ты вверх, иногда ты вниз. Татаста шакти может достичь байкунхи, и тогда она уже никогда не возвращается в материальный мир. Из тех, кто из татаста шакти. Это попасть в духовный мир. Из духовного мира уже невозможно упасть, потому что там Господь дает тебе точно такую же силу, как и у других спутников Господа. На тебя тоже навсегда уже перестанет действовать эта иллюзия. Смысл важного заключается в том, чтобы обрести эту силу от тех, кто ею обладает, и больше не попадать под влияние иллюзии материального мира. Даже если когда такая джива, достигнув совершенства, она будет находиться в материальном мире, все равно иллюзия на нее не будет действовать. Ей больше не нужно будет доказать о том, что вот это вот истина. О том, что твердые, мягкие, и любые формы этого мира имеют настоящую природу. Она будет прекрасно видеть, что все это абсолютная иллюзия. Она не сможет попадать под влияние Майи. Так вот, еще у нас она дает вопрос о том, «Кто я?». Для того, чтобы… Не для того, чтобы мы самому в этом разобраться. Он и так это знает. Он как раз та Личность, которая не попадает в иллюзию, который пришел сюда из Духовного мира, самого центра Духовного мира. Но он это спрашивает на благо нас. Он это спрашивает на благо нас, маленьких крошечных. Мы не это тело. Мы маленькое крошечное создание, которое находится сейчас здесь, которое в данный момент имеет возможность чего-то понимать и немного управлять своей жизнью. Чуть-чуть. И еще раз, она даже с вами подходит, чтобы мы стали таким, как он. И поэтому он задает такой вопрос, ставя себя в положение татаста-шахты. Он говорит, «Кто я?». И Чайтанья Махапрагу отвечает, «Ты вечный слуга Кришны, возлюбленный слуга Кришны». И далее Чайтанья Махапрагу будет объяснять о том, кто является для тебя Кришна. Там идет красивое объяснение о том, что Кришна — это совершенная, прекрасная Личность, единственная, которая может удовлетворить все наши чаяния. И никто больше. Махарач, когда обычно рассказывал, он давал на примере о том, что если девушка выбирает себе мужчину, жениха, то первое, что она должна посмотреть, о том, чтобы этот жених был самый-самый красивый. Кто самый красивый? Кришна самый красивый. От него исходит вся красота и все очарование этого мира. Он — источник мужской красоты. Нет никого прекраснее, чем Кришна. Далее нужно посмотреть о том, какой Кришна добрый. Муж, конечно, может быть красивый, но если он при этом, например, выпивает или дерется, то грош — цена этой красоте. Поэтому очень важно узнать, если мы выбираем душа, она выбирает нас. Мы не можем жить без служения, мы не можем жить без того, чтобы любить кого-то. Поэтому для нас самое главное — это выбрать того, кто будет о нас заботиться. И у нас два выбора. Мы либо выбираем, чтобы она заботилась Майя. Мы все знаем, как она заботится. И либо мы выбираем заботиться Кришну. И посмотрите, какая реклама будет о Кришне. Насколько Он заботливый. Майя — она хорошо умеет делать пинки. То есть мы это знаем. Вся наша жизнь состоит из пинков. Из-за того, что она всегда указывает, какие мы несовершенные. Тут у нас не получилось пинок. Тут не получилось второй пинок. Тут не получилось третий пинок. Пинки достаются от всех. Это хорошее место для пинков. И теперь посмотрим на Кришну. Кришна, насколько Он добрый. И пример, да там много разных примеров, но самый грандиозный пример — это о Путане. Путана. Путана — это Ракшаси. Ракшаси — это та, которая кушает мясо человеческое и бьёт эликсир из крови младенцев, невинных созданий. Если она убедит младенца, первое, что она о нём подумает — какой хороший эликсир можно попить. Путана обозначает нечистая, необычайная, злая, безжалостная Ракшаси, даже не человек. И она отправилась к Кришне. Она отправилась к Кришне с желанием убить Его и не дать Ему никаких шансов. Она смазала свою грудь, поскольку Кришна маленький, она смазала свою грудь самым сильным ядом, чтобы у Него никаких шансов не было. И дала Его Кришне, не колебаясь. И Кришна, как поступает при этом Кришна? Кришне всё равно, что она Ракшаси. Кришне всё равно о том, что она убивает младенцев. Он даже не посмотрел на это. Кришне всё равно о том, что она пришла Его убить, что Он ей взамен подарил. Если бы к нам так поступили бы, кто-то пришёл ко мне убить меня. Полагается, убить в ответ. Ты не будешь больше никогда рождаться в этом мире. Зачем тебе страдать в этом теле Ракшаси или в других телах? Я подарю тебе вечное, самое красивое духовное тело. Он подарил ей тело одной из своих кормилец на Галоке Вриндаване. На Галоке Вриндаване где? Каждый шаг — это танец. Каждое слово — это песня. Где течёт бессмертный сладкий нектар. Где всё словит самое сладкое место, самый центр духовного мира. К нему пришла такая отвратительная сущность. И несмотря на это, он совершенно не посмотрел на её недостатки. Он нашёл какое-то достоинство. Она притворилась быть его матерью. Если мы вместо матери выберем такого покровителя Кришны, как Кришну, мы же всё-таки не Ракшаси. Мы же всё-таки не убиваем младенцев. Мы же всё-таки не собираемся убить Кришну, не ломаем божества. Мы просто глупые люди. И если мы что-то сделаем для Кришны, если мы Кришну, а Кришна ведь необычайно мудро, Он никогда по ошибке не даст, недооценит. В этом мире можно найти много людей, но в конечном итоге можно убедиться в том, как все неблагодарны. Сколько бы, например, людям чего-то не делал, то всё равно будет такой момент, тот человек не будет таким удовлетворён. А Кришна удовлетворяется самым простым. И если мы предложим Кришне даже не своё сердце, хотя бы просто цветок, то Кришна будет доволен. Поэтому дальше вот эта история описывается, как самбанда татва, в читании чаритамраты, то, что читает Навамахарач, о том, что нужно реализовать свою природу, нужно дать своё сердце Кришне. Он самый красивый и Он необычайно добрый. Он никогда не посмотрит на наши недостатки, и Он никогда не будет смотреть на наши ошибки. Он всё равно будет у нас смотреть только одни достоинства и всегда оплатить нам своей любовью. Ну и далее потом рассказывали о том, посмотрите, какие родители у Кришны. Если мы выбираем себе жениха, то важно ведь знать, с кем ещё придётся жить. Если даже муж очень красивый и даже если он очень добрый, если у него, если будет ужасная свекровь и ужасный свёкор, жить не получится счастливо. А у Кришны какая свекровь и какая свёкор? Ешода, мама Ешода и Нанта Папа. Мама Ешода обозначает та, которая дарует радость. Ешода прославляет, Яшода, та, которая каждого прославляет, каждого радует. И Отец. Нанта Папа. Нанта обозначает всех радует. То есть самая замечательная семья. Посмотрим, какой Кришна ещё и богатый. Придётся ли… Некоторые, например, выходят замуж за богатого мужа, но при этом этот муж никогда не может находиться дома. Он может где-то много зарабатывать и никакого времени не оставить на взаимоотношения. А можно выйти из-за бедного, и тогда всю жизнь придётся либо работать самой, либо там будут другие конфликты. Если мы выберем Кришну, то Кришна, насколько Он богатый, Ему принадлежит всё в этом материальном мире, и приближёт в дом материальном мире. По воле Кришны весь Духовный мир, Он служит Кришне. Так, Швиттаня Махапрабу рассказывал о том, что «Ты являешься вечным слугой Кришны. Ты сейчас из Тадаста-Шахти. И твоя цель в жизни – это обрести свои взаимоотношения с Кришной, отдать своё сердце за место Майи. И Тадаста обозначает двоякая природа. Мы можем либо так, либо так. Если мы отдаём своё сердце Майи, то мы вполне вольны этого делать. То мы остаёмся в этом материальном мире и постоянно проходим круговороты рождения и смерти. В этой жизни, в следующей жизни, в этой Вселенной и в следующей Вселенной. У нас нет начала, у нас нет конца. Каждая Душа – она вечная. Если мы сейчас находимся здесь, это говорит о том, что мы не одну Вселенную проходили, но так и не дошли до Духовного мира, потому что с Духовного мира они возвращаются. Даже когда нам предоставлялись какая-то возможность заниматься баженом, мы всё равно выбирали Майю.